ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестности города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели, куда глаза глядят по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты. Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Симонова монастыря. Здравствуйте! В эфире программа «Игра в бисер». Ну, я прочитал начало повести Николая Михайловича Кармазина «Бедная Лиза». Может быть, узнали многие этот текст. Ну и вот сегодня мы обсуждаем эту повесть в следующем составе. Елизавета Новикова, литературный критик. Виктор Гуминский, доктор филологических наук. Андрей Балдин, писатель. И Андрей Немдер, литературовед. Ну, в двух словах сюжет этой повести. Поселянка «Бедная Лиза» влюбляется в Эраста, человека из дворянского общества. Красавца, как ей кажется, доброго человека. У них начинается роман, сначала платонический, потом переходящий в интимную близость. И потом оказывается, что Эраста, уехав на войну и вернувшись с войны, женится на некой богатой вдове. Богатой вдове. И «Бедная Лиза», не выдержав этого известия, бросается в пруд, то есть топится, и ее мать, узнав об этом известии, тоже умирает. Вот сюжет, который стал как бы сюжетом начальным в русской прозе. Вот об этом мы будем сегодня говорить. «Бедная Лиза», ну, это как бы начало русской прозы. Считается, в любом случае, так, что началась великая русская проза с этого небольшого произведения. Она появилась в московском журнале в июне 1792 года, уже после записок, значит, писем русского путешественника. И потом, в течение 10 лет, она выходила 6 раз, эта повесть. Сам текст очень небольшой. Вот подсчитали специалисты, скажем так, 637 строк, условно, 37 абзацев. И 17 страниц. И у меня, значит, такой вопрос, почему такой оглушительный успех «Бедной Лизы»? Вот бестселлер вообще, если брать применительно к 90-м годам. Это что, тема такая, исполнение Карамзина такое? То есть несколько поколений читателей эта книга завораживала, скажем так. Ну, 2-3 поколения точно. Здесь я соглашусь с известным исследователем этой повести, Владимиром Николаевичем Топоровым, что «Бедная Лиза» поразила литературность. Она поразила именно литературностью и в некотором роде образцовой литературностью. Тут появляется сам чувствительный автор в этой повести. И, по сути дела, впервые. И это, идущее из европейской литературы, ну, от Стернеля и от кого-то еще, оно, конечно, поразило. Поразило тогдашних читателей. Не будем забывать, что у московского журнала, июньского номера, было всего 39 подписчиков. Цифра, которая, конечно, поражает. Пренумерантов, как ты тогда говоришь. Да, да, да. 39 пренумерантов. Круг достаточно узкий и вместе с тем включавший в себя не только, так сказать, там, княжеские фамилии, и, так сказать, элитные фамилии, но и купеческие фамилии, включавшие провинцию. Крамзин дал вот такой образец, литературный образец, в отличие от большинства произведений того времени. Фабульных, авантюрных. Ну, не будем преувеличивать. К середине десятых годов эта вещь упочитаемая и вызывающая у многих иронию. На мой взгляд, совершенно неоправданная. Но вкусы меняются быстро. А если вернуться к ситуации 90-х, 800-х годов, то здесь работает все. Собственно говоря, бестселлерами была вся карамзинская проза. И бедная, и бедная Лиза, и Наталья Боярская, и дочь. Вот две вершинных повести молодого карамзина все возникают на фоне писем русского путешественника. Книги о том, не только о том, как открывается Европа, но как русский просвещенный человек стоит в одном ряду с этой самой Европой. И усвоение самых разнообразных традиций, да, и сложная организация текста, собственно, и создает этот эффект. А вы смотрите, вот современник, ну, более-более поздний посовременник, Погодин, Михаил Погодин, он пишет, несколько поколений считало своей обязанностью посмотреть на заходящее солнце с высот Симонова монастыря, подумать о карамзине, вздохнуть о небывалой Лизе. Во-первых, Михаил Петрович на старости лет много чего написать может, да, вот эффект немножко не тот. Во-вторых, паломничество к Симонову монастырю, Синову, да, закрытое, чуть спрятанному в тексте, это уже могло с определенного момента существовать вне перечитывания текста. Ну, как самое отдельное проявление. Немножко драговисты. Я чуть-чуть хотел сказать. Может быть, мои подходы архитектурные сказываются. Я увидел здесь икону. Карамзин достаточно последовательно и изящно пишет икону. Он заводит нас из этих прекрасных панорам сначала в монастырь, внутрь монастыря, затем рассказывает, что монастырь брошен, и вера угасла. Там два монаха, один очень старый такой, что просит только о смерти, второй молодой, и он ждет только одного. Андрей, подождите, я вас выслушаю. Он ждет только того, чтобы сбежать из этого монастыря. Дальше рассказчик смотрит на ворота с интересными клеймами и почти без перерыва рассказывает. Клеймами рассказывает историю новой святой. Он... в этом состояла настоящая бомба. Он не просто оправдывает Лизу, он не просто призывает к сочувствию ей, он фактически канонизирует ее. Как я могу понять, она похоронена в неосвященной земле. Она могилка там... Разумеется, она неосвященная. Да и речь уже не об этом. Речь о том, что Карамзин предъявляет икону следующего храма, сознания. Этот его не устраивает. И на этом и действительно с бедной Лизы начинается строительство другого храма. Вся храмоподобная русская литература молится за первую свою жертву. Это произвело взрыв бомбы, настоящей бомбы. Это стало поводом для ссор самого автора с многими своими московскими друзьями. Он заявляет новую веру, указав вот этим перстом на то, что прежнее угасло. И действительно начинается литература как храм новой веры. И она никогда не забудет Лизы. Лизу вспоминают и после нескольких переводов Евангелия, и советская литература они вспоминают. Сакральный локус, вот тот, который представляет из себя действительно Симонов монастырь, не забудем, преподобный Сергий. И вполне может быть, что тот лисий, лизин пруд, это тот самый священный пруд, святой пруд, который выкопал своими руками преподобный Сергий. Там купались женщины, чтобы исцелиться в этом пруду вообще. Это сюжет, и Феодор, и вот тот самый, но при этом, при этом, вспомним экспозицию. Это разрушенный монастырь, святыня уже попрана, по сути дела, Екатериной. Святыня Екатериной попрана, монастырь будет восстановлен потом. Кстати, меня больше всего поразило, что когда-то я читал книжку Владимира Николаевича, он перечисляет замечательные исследования, посвященные вообще образу Лизы, перечислив там вот эту вот, я не помню, на Сретенскую игуменью Лизавету, он забыл, что взывает автор к ангелу-хранителю. Вот когда Лиза пала, он взывает к ангелу-хранителю. Где ангел-хранитель твой, да, он там где-то. Да, твой ангел-хранитель. Почему же он не назвал, ну, едва ли Лиза была названа в честь Лизаветы Праведной, матери Анны Предтечи. Скорее всего, это та самая Елизавета, которая жен, ну, это, скажем, Адрианопольские, да, это 2-3 века. Точно так же, почему он не сказал, что Ераст, это не только греческое, как бы, имя, но это Ераст, Е, который употребляется, так сказать, это один из 70 апостолов. Это ученик апостола Павла. Вот этот расширенный круг апостолов, это то же самое время. То есть, ну, условно говоря, примерно говоря, обобщенно говоря, они, как бы, встречались, и вот на этом переломе, это к вашим словам об иконе. Я бы не назвал, но то, что это литературно, то, что литература, как бы, замещает вот этот вот уходящий, утрачивающий, разрушаемый, сакральный локус, для меня тоже совершенно очевидно, на место локуса сакрального, Симонов монастырь, святой пруд, встает литературный, поэтический локус. И действительно, здесь Лиза замещает. Говорить об иконе я бы не осмелился просто, потому что звучит это кощутся. Ну, я хотела, скорее, в другую сторону немножко посмотреть, почему этот текст ключевой и для дальнейшей истории литературы, и для 20 века. Потому что именно для этого текста, для всего творчества Карамзина очень важны эти различные любовные истории, которых у него множество. Несмотря на то, что его наследие билитеристическое не столь велико, существуют разные вот эти пары Лиза и Раст. Затем в других тоже его очерках тоже бесконечные сюжетные переплетения, любовные пары. Как раз, мне кажется, что именно у Карамзина вот этот вопрос, насколько возможна вообще любовь в разных сочетаниях. Вот тут бедная Лиза Крестьянка и Раст, представитель высшего общества. Именно этот вопрос рассматривается довольно объемно и интересно. И именно поэтому это дало повод сказать Герцину, что Карамзин сделал нашу литературу гуманной. То есть для меня Карамзин вот именно как писатель любви. Гуманность равно с этим сентиментальности. Гуманность и сентиментальность, где совпадают, как говорят разные понятия. Нет, это все-таки немного разное, потому что именно вот то, что знаменитая фраза о том, что и крестьянки любить умеют, все-таки это говорится не о самой Лизе, а о ее матери. Это о матери говорится, о ее матери. Она о муже тоскует покойном. Они любить умеют, они умеют переживать крестьянки, не Лиза. Именно мать представляет собой пример счастливой любви. То есть она жила в счастье со своим мужем, и это действительно счастливая любовь. Умела любить. Такая же счастливая любовь у Лизы. То есть то, что она умеет любить, это не доказано совершенно. Это вопрос, да. Вот могут ли крестьянки любить, и дозволено ли вообще им любить, этот вопрос был очень важен для Карамзина. И этот вопрос, он остается и на протяжении всей истории, и он важен и для нашего тоже времени, и для нашей литературы. Поэтому я думаю, что вот этот сюжет, он будет продолжаться. Вечен, вечен. Вот фрагмент о том, как Лиза говорит о своей матери. А Лиза требовала, чтобы Эрас часто посещал мать ее. Я люблю ее, говорила она, и хочу ей добра. А мне кажется, что видеть себя есть великое благополучие для всякого. Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже, и рассказывала ему о днях своей молодости, и о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном. Как он полюбил ее, и в какой любви, и в каком согласии жил с ней. А вы смотрите, ведь начинается традиция русская. Как говорил Достоевский, в тексте должен быть указующий перст страстно поднятый. Вот указующий перст уже появляется авторский, абсолютный моральный авторитет. Ведь смотрите, его вмешательство в текст. Это просто такого больше нет прямого, если не брать отступление, скажем, в мертвых душах. Ну вот смотрите. С отвращением помышлял он о предвидительном сладострасте, к которому прежде упивалось его чувство. Я буду жить с Лизою, как брат с сестрой, думал он. Не употреблю во зло, любви ее, и буду всегда счастлив. Безрассудный молодой человек, знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих? Идет прямо моралитет прямой. Это никакой не морализм. Это позиция автора. Это, извините, здравый смысл. А в чем упоряется эраст? Эраст в том, что он не различает мир поэтический, вымышленный. Эраст читал романы, идиллии, веровал во времена. И, значит, мир реальный. Эраст плох не тем, что он полюбил крестьянку, а их, видишь ли, любить нельзя. Эраст плох... Примеров из реальной исторической жизни. Сколько угодно. Не надо... Мы все-таки более-менее представляем себе, что межсословные браки были явлением нечастым, но... Но были, да. Реальным и в общем неосуждаемым. Никак неосуждаемым. А осуждать... Когда соседи осуждают, соседи могут осуждать за что угодно. Ну, возьмите барышню-кристянку. Там барышня-кристянка, он решается... Барышня-кристянка, пародия на бедную листью. Пародия, конечно. Высокая пародия на бедную листью. Он там решается на брак, он готов уже, и только случайности открывает мистификацию. Там же, как бы, он готов на крестянке жениться. Он идёт на конфликт с отцом, он разрывается с отцом. Примерно так же, как Эраст развивает. Пушкин ведь помнит, бедную Лизу, и понимает, что читатели помнят. Алексей Берестов такой же смелый, еще смелее, нраву прибавилось за эти годы, как Эраст. А что воспоследовало бы, если бы Акулина оказалась Акулиной? Акулиной? Это такая пушкинская тонкая улыбка. Да, а вот смотрите, ведь Пушкин берет не только вот эти линии у Карамзина. Ведь если брать повести Белкина, там все время выступают рассказчики. Не сам автор, как здесь Эраст, как поведают свою историю автору. То же самое все рассказы в повестях Белкина, это то, что автор слышит от третьих лиц. Вот тот же самый прием, как бы употребленный... Ну, Карамзина многослойна. Да, да, конечно. Пушкин многослойна. Многослойна, потому что он слышал от Эраста, А Эраста как бы могла откомментировать та самая Арина. Ой, Эрасту никто ничего откомментировать не мог. Вот настаиваю на том, что это очень тонкая карамзинская игра. Эраст не мог узнать о смерти Лизы. Откуда не передавали в новостях, что в окрестностях автозавода ЗИЛ, да, он же Сименов в монастырь, утопилась вчера девушка. Эраста сунул 100 рублей, да, и... Я считал, что все, Дикси. И Дикси. Да, давайте вернемся все-таки к героине. Повесть называется «Бедная Лиза». То есть Лиза главная героиня. Ведь характер ее влиял на русских женщин, изображаемых на протяжении всего 19 века. Вот что она из себя представляет, бедная Лиза? Насколько она хороша, насколько она... Ну, насколько она честна, скажем так. Есть разные мнения на этот счет, к сожалению. Вот, насколько она, что ли, искрена, насколько она... Насколько она заслуживает, скажем так, нашего сочувствия. Ну, тут лично... Пожалуйста, да. Пойдем по сочувствиям. Пожалуйста. Мне кажется, как раз тут важно именно любовь к Рамзина к противопоставлению. Чувствительный, холодный, сильный, слабый. То есть он в «Бедной Лизе» показывает отчасти и две соотношения двух частей себя. То есть Лиза представляет собой силу. Это сила любви, сила верности. И Эраст представляет собой слабость человека, который может увлечься, но не может продемонстрировать такую же силу и такую же принципиальность. Отчасти это именно литературная игра. Может ли дворянин, отчасти развращенный, отчасти слабый, может ли он проявить вдруг неожиданно силу духа? И вот это соотношение, эта динамика, по-моему, именно то, что делает это произведение живым до сих пор. Мне кажется, что Пушкин говорил, что такое продари по-французски. Это преувеличенная стыдливость. Когда, если женщина преувеличена стыдливо, это следствие ее нечистого воображения. Лиза абсолютно невинна. Вот здесь невинность в чистом виде. Посмотрите, первая эротическая сцена в русской литературе. Первая. Бродский правильно говорил, что любовь по-русски не имеет глагола. Ну вот, чтобы не быть гласловным. Значит, он обещает, и, кстати, по смерти матери он ее возьмет к себе и будет жить с ней неразлучно. То есть это не предложение он и делает. Он просто говорит, что по смерти матери, а почему не при жизни? Он ее возьмет к себе в деревню, и они будут жить неразлучно. Расписано или, скажем, нерасписано непонятно. Но это как бы предложение. Однако же тебе нельзя быть моим мужем, сказала Лиза с их вздохом. Почему же? Я крестьянка. Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа. Чувствительная невинная душа. И Лиза всегда будет ближайшая к моему сердцу. Она после этого. Она бросилась к нему в объятия, и всей честно длежала погибнуть в непорочности. Эрас чувствовал необыкновенное волнение в крови своей. Никогда Лиза не казалась ему столь прелестной. Никогда ласки ее не трогали его так сильно. Никогда ее поцелуи не были столь пламены. Она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась. Мрак вечера питал желания. Ни одной звездочки не сияло на небе. Никакой луч не мог осветить заблуждение. Во тьме, конечно. Мы не должны забывать о том, что... Ну, о некой провокативности вот этой сцены падения, если хотите. Потому что Лиза сказала Эрасту, что ей сделали предложение. Вот тот самый сын богатого крестьянина, и маменька, и матушка, как раз очень хотела бы, чтобы Лиза вышла замуж. Андрей, вас насчет этой эротической сцены, какие у вас есть? Да она, по-моему, к Рамзину не очень интересна. И вообще, Рамзину разработка всех этих тонкостей, о которых реалистических тонкостей, о которых вы сейчас говорите, у Лизы. И раз более разработан, естественно. А Лиза ему не нужна как реальный персонаж. Это иконный персонаж, я настаиваю на этом. Для этого нужна одна краска. Он перечисляет так же, как через тире, ее жития. Для меня очень важен фрагмент, где идет переход от ветхой и умершей религии к ною. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес всем в монастыре случившихся. Там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами. Тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего Отечества. Печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы. И когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях. Никакой одноцветности я в бедной Лизе углядеть не могу. Это некоторая именно трагически сложная коллизия, ныне объявляющаяся, которая дальше останется в русской литературе. Именно чистота предполагает самообольщение. Точно так же, как пламенность эраста... Я не могу тебе не верить. Да, я не могу тебе не верить. Мы много плохого про эраста сказали. И, в общем, давайте немножечко его тоже оправдаем. Его заблуждение, его безответственность вырастает не из вульгарного сластолюбия, он нерасчетлив, он некорыстлив. Да, мы же сами все достаточно склонны жить в поэтическом мире и путать поэзию и реальность. И Карамзин очень остро чувствует... Сейчас будет дурно, стилистически, простите меня. Он чувствует сколь двусмысленно чувствительность. Да, значит... Какой-то несколько фраз. Лиза рыдала, эраст плакал, оставил ее, она упала, встала на колени, подняла руки к небу, смотрела на эраста, который удалялся, далее, далее, и, наконец, скрылся, воссияло солнце, и Лиза оставленная лишилась чувств и памяти. Можем ли мы осуждать бедную Лизу? Имеем ли мы право ее осуждать? Нет, не можем, потому что это действительно образ, это образ страсти. Я вам сейчас приведу пример. Один современный автор пишет. Но разве чистый и честный человек полюбит порочное лицо, способное таиться и обманывать? Тогда как Лиза любит и совсем не замечает пороков своего возлюбленного. В таком случае ее связь с уже развращенным молодым человеком разве не делает ее саму же порочной? Конечно же делает, а значит представить ее не падшей, кстати, добровольно, в грехе женщины никак нельзя. Да она и сама собственным утоплением свидетельствует о том, что прельстилась чарами порочного лица и пала через присущий ей изначально каприз и свои нравы. Иначе говоря, героиня повести не так уж с самого начала чиста, как ее пытается представить своему читателю Карамзин. Совершенно поразительное осуждение. Да. Не случайно Лиза боится, что небо упадет на землю. И постоянно это повторяется, вплоть до сцены самоубийства. Конечно, Лиза в этом смысле не столько одной краской. Вообще, как известно, положительное, что-то идеальное, это очень сложно. Это необыкновенно сложно. И оно не уживается на этой земле. Но единственный путь там действительно святость. Это естественный для Руси путь. Но Лиза и не претендует. Ну, как Маргарита, помните, в Фаусе раздается «Спасена». Разумеется. Хор Ангелов «Спасена». Ну, вот если говорить о новаторстве Карамзина. Вот мы сейчас вспомнили эротическую сцену. Ну, это же и первое самоубийство в русской литературе, насколько я помню. Насколько я могу судить. В общем-то да. Такого масштаба. Это первое. Потом пойдет 19 век, там будет, ну, кто-то там будет и, значит, и мужские. В основном Ставрогин, Судригайлов, Кириллов. Ну, то есть. Ну, Анна Каренина, конечно. И вообще, она же убивает мать. Своим поступком. Еще убийство, как бы, матери-убийство совершается здесь. Вот эта цепочка этих самоубийств, как бы, начинается тоже с Карамзина. Он не побоялся это изобразить. Антицерковное, антикрестьянское явление. Новоцерковное. Вот в этом дело. Вы говорите, что монастырь печален, Лиза печальна. Ничего подобного. Здесь идет перелом. Здесь идет разрыв, обрыв Карамзином прежней цепочки святости и заявление новой. Это не продолжение. Литературное, подчетно еще раз. Только литературное святости. Литература встает на место цепи. С этого места начинается. И поэтому она незабываема. Наиболее провокативно он мог заявить это с оправданием самоубийц. Это точно совершенно, это точно. Карамола не у вас много. Причем, заметьте, в конце он говорит, что они уже примирились, ведь самоубийца попадает в ад. А вот если говорить все-таки о влиянии на русскую прозу, вообще на русскую литературу, ведь смотрите, появляются через 50 лет, появляются бедные люди. Тут явная перекличка. Вообще, не Карамзин положил начало вот тому обостренному вниманию к маленькому человеку. Ведь маленький человек это Лиза здесь. Потом появляются там, чиновники тоже любить умеют, скажем так, в русской прозе. Появляется момент социального сочувствия к людям, стоящим вне рамок хорошего общества. Вот это впервые же у Карамзина. Это тенденция, которая потом возобладала на всем протяжении 19-го столетия, мне кажется. Ну и Раскольников маленький человек, который хотел стать Наполеоном. А что же здесь такая? Абсолютно. У вас сейчас получится, что больших людей вообще нет. Ну как-то давайте самоограничимся. Вот сочувствие... Сочувствие к малым сим. К малым сим было доктором Зина, и дай бог нас с вами переживет. Сочувствие к малым сим, конечно, для Достоевского Карамзин просто очень важный писатель. И, конечно, это очень сознательное... Ну, бедные люди, я уже об этом говорил, что это не просто. И, конечно, многоплановость эпитета «бедные» у Достоевского, конечно, на Карамзина ориентирована, как и изобилие тезок нашей героини, которые проходят через целый ряд сочинений. И в записках из-под пуль, и в преступлениях и наказаниях, и в братьях Карамазовых, и в бесах. Я не все назвал так. Но я вообще думаю, что бедные люди у Достоевского – это не просто бедные социально, не имущие. Бедный человек вообще... Люди бедные по определению, они бедные люди. Они несчастные люди, поскольку у них такая судьба человеческая. Есть такие строчки не самого любимого мной поэта XX века, но они довольно изящные. «Бедные люди, пример тавтологии, кем это сказано, кажется мной». Это Георгий Иванов. И в общем, при непростом к нему отношении, вот то, что бедные люди – пример тавтологии, да, это... Ну, Бедов, слушай, по этому поводу шутит. У него есть такое, что есть в русской литературе «Медные люди и бедный всадник». Да, это игра глава в названии. А потом все-таки еще какая традиция – внимание к женщине. Тоже традиция русская. Появляется русская женщина, ну, девушка в данном случае, и потом эта героиня, перевоплощаясь, идет через Пушкина, через Достоевского, через Тургенева. Эти девушки тоже идут на протяжении всего XIX века, аукаясь с бедной Лизой, так или иначе. Есть основополагающая сюжетная модель. Женщина будет из низшего сословия, мужчина будет из блистательного мира, он появляется и исчезает, и, между прочим, есть один довольно важный сопутствующий мотив – это война. Это война, да, которая, вроде бы, должна гарантировать благородство мужчины. Ну, раз тут бывает на войну. А гарантирует она нечто совсем иное. Да, ладно, возьмем XX век. Возьмем XX век. Вот, казалось бы, такая фигура, как, ну, совершенно не сентиментальная, как Маяковский. У нее же есть стихотворение. «Подступай к глазам разлуки жижа, сердце мне сентиментальностью расквазь. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если бы не было такой земли Москва». А Карамзин пишет «Хочу жить и умереть в моем любимом отечестве, но после России нет для меня земли приятнее Франции». И тоже вспоминаешь... Естественно, бедная Лиза становится неким знаком и повесть, и героиня. И, конечно, она сопровождает русскую литературу бесспорно на протяжении всей ее истории. И, конечно, вот какой-то неаллюзивный даже, а именно вот как знак, она как флажок некий. То есть прав был Державин, когда сказал «Пой Карамзин, и в прозе глаз слышен Соловьин». Это вот как раз... Да. Но, смотрите, мы вот не забыли сказать одну вещь. Личность самого Карамзина. Ведь такой личности в русской словесности не было. Безмундирная фигура Карамзина, как говорили. Или, скажем, как сказал Вяземский, по-моему, что он создал сам себя писателем. Или что он представитель грамотности у трона безграмотного. Но это уже к более позднему периоду относится. Я убежден, да, в том, что Карамзин был человеком с очень большим внутренним достоинством. Но при этом, в мире, порит не будет. Но была этому благоприятству вполне определенный уже новый культурный расклад, не такой, как в 18 веке. И еще целый ряд обстоятельств. А вот, предположим, чтобы Карамзин не перешел нам в ампла историка, а продолжал бы свою деятельность как литератор. Исчерпаны ли были его возможности на рубеже веков? Написал бы он что-нибудь более значительное, скажем, чем Бедная Лиза? Или эстетически он себя как бы уже завершил? Вот интересно, да. Мне кажется, что он мог бы вполне написать более развернутые тексты. Потому что Бедная Лиза, конечно, хороша именно своей афористичностью. Но это во многом такая именно краткая история, быстрый сюжет. А вопросы, которые там заданы, вполне заслуживали бы и более развернутого текста. Мне кажется, что нет. Он закруглил себя и, кстати, тоже чувствительный холоприк. Это писательская тарица была. Это явно было подведение итогов. Сознательно. Ну, я такой вопрос последний задам. Ну, значит, вечный сюжет самоубийства. Первый, может ли героиня современная покончить самоубийством из любви? Это один вопрос. А второй, возможно ли возрождение, ну, условно, конечно, возрождение сентиментальной прозы в наших координатах литературных? Мне кажется, что в современном искусстве скорее вот сентиментализм наблюдается в телесериалах. То есть там мы можем увидеть эти драматические истории неравной любви. А в нашей прозе, ну, вот смотрите, только знак. Вот Акунин сделал своего героя Эрастом, и у него погибает его любимая Лиза. И нам всегда интересно узнать те сюжеты, в которых как-то судьба так поворачивалась, что эта любовь могла бы быть. Ну, мы и себя жалеем вообще. Вот сентиментальная проза, это мы себя жалеем, мне кажется. Да, пожалуйста. У меня как-то, уж не знаю, к месту ли вспомнилось, когда о честности высокая говорит, каким-то демоном внушаем, глаза блестят, душа горит, он плачет, и мы все рыдаем. Ну, вот, как бы сказать, трезвение современному общества, железный век и так далее, и так далее, оно как бы не предполагает, на мой взгляд, ничего подобного сентиментализму. Но кто знает, человек, человек пугается современной цивилизации. И вполне может быть, что в каких-то, ну, по крайней мере, он все время, он все время чувствует вот это надвигающееся что-то. И, конечно, слезливость, жестокий славянин, я слез не проливал, пушкинская, она как бы уходит. С другой стороны, слезный дар, вот если мы вспомним аскетический подвиг, по сию пору продолжающийся на том же Афоне, то мы понимаем, что есть другая слезливость, не от чувств, не от чувственности, слезливость, слезы, которые могут спасти мир. В Карамзине есть нечто, что может быть призвано литературой будущего, и нашей литературой современной. В этом я абсолютно убежден. Но как поступит современная литература, ну, Бог его знает, есть ли она в таком серьезном, большом значении, современная литература. Я этого не берусь сказать. Андрей? Мне кажется, что вот я когда перечитывал сейчас «Бедную Лизу», я подумал, что история совершила какой-то круг. Вот Карамзин описывает развалины Симонова монастыря, допустим, это то, что я предполагаю. Начинает строительство нового литературного храма, а сейчас он развалился. Сейчас литература в состоянии этого Симонова монастыря. И причем вполне возможно начало какое-то сверхнаивное, потому что девственность в образовательном смысле иных наших писателей великолепна во всех смыслах этого слова. Но мы сейчас говорим все-таки, есть ли импульсы к каким-то новым идеям. Я думаю, что есть, но это посреди развалин. Посреди говорящих, великих развалин. И я думаю, что сентиментализм в этой ситуации, в этой мизансцене возможен. Так. Хорошо, Андрей. Ну, значит, во-первых, я не понимаю, что такое сентиментализм, каосицизм, романтизм и социалистический реализм и постмодернизм. И понимать этого не хочу, потому что я историк литературы, а не мальчишка, начитавшийся у учебников. Да? И мы произносим слова впустую. Карамзин – очень большой писатель. Воздействие которого на наличествующую русскую литературу не прекращалось. Так же, как не прекращалось воздействие, не знаю, Державина, Гоголя, Тургенева. Да? Когда что-то вошло в наш состав, оно работает. Карамзин – не руина. То, что было, то, на чём я учился читать, не руина. Соответственно, это как-то будет срабатывать. Что в нашей, в любой, сколь угодно, пристойной и отнюдь не сериальной вещи, разве не будет речь идти о том же самом? О том, что человек хочет счастья, а получает его далеко не всегда. Я очень люблю последние стихи, которые написал Карамзин, неожиданные две строчки. И он написал их совсем незадолго до смерти. «Не сон ли жизнь и здешний свет, но тот, кто видит сон, живет?» Да? Китайские тени моего воображения. Китайские тени моего воображения. Ну, да, я тоже попытаюсь как-то это осмыслить, если можно. Ну, во-первых, самоубийство. Самоубийство, конечно, сюжет вечный. Вечный, пока в подлунном мире жив будет один пиит. Да? Ну, в русской прозе это и Анна Каренина, это и в грозе Екатерина. Если брать 20 век, это покушение на самоубийство Натальи, жены Мелехова. Ну, и так далее. Можно привести много примеров. Что касается нового сентиментализма. Условно, конечно, вы совершенно правы, что все эти деления чрезвычайно условны. Но, учитывая, учитывая, мне кажется, некую усталость массового сознания от стрелялок, от чернухи, возможно, появление, возможно, чисто гипотетически, нового сентиментализма вполне возможно. Как реакция, может быть, временная реакция на вот то, что происходит сейчас в культуре. Возможно. Ну, современные авторы написали такую вещь. Я процитирую. Современные авторы. Чтобы читать сегодня повести Карамзина, надо запастись эстетическим цинизмом, позволяющим наслаждаться старомодным простодушием. Ну, хорошо. Я прочитаю заключительные строки этой замечательной повести, которая так заканчивается. Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела, глаза навек закрылись. Хижина опустела. В ней вводит ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят, там стонет мертвец, там стонет бедная Лиза. Эрест был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцей. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могилке. Теперь, может быть, они уже примирились. Вот конец этой вещи, этой повести, откуда пошла, скажем так, великая русская литература. И, конечно, я, как всегда, закончу фразой, которая здесь абсолютно уместна, как бы мы ни относились к этому, может быть, устаревшему, скажем, в кавычках, тексту. Тем не менее, я скажу, читайте и перечитывайте классику. А это, несомненно, классика. Ваш Игорь Волгин. Субтитры создавал DimaTorzok